так привет друзья с вами на связи Денис Борисов и я сейчас буду отвечать на ваши вопросы что сложилась такая определенная традиция стараюсь три раза в неделю выходить на связь обычно это понедельник среда пятница 10 часов вечера не скажу что это всегда так но по крайней мере это более-менее такой приемлемый график которого я стараюсь придерживаться вы наверное уже многие знаете что сегодня у нас вышел долгожданный выпуск рассылки подполья наверное несколько месяцев ее не было было проведено ряд подготовительных процедур в общем-то и теперь я надеюсь что рассылка будет более систематически выходить у нас впереди несколько множеств артем спасибо что поделился трансляцией артем иванов гонза спасибо что поделился трансляцией дэнчик очень любит когда делится трансляциями и когда дэнчику ставят лайки спасибо 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 все кто делится мне очень приятно от этого так вот у нас теперь выпуски будут идти более-менее регулярно может быть даже каждую неделю где-то я планирую будет выпуск раз в неделю раз две недели и в выпуске будут более масштабные в том плане что там будут не только мои статьи не только мои видеосюжеты там будут статьи других участников нашей конференции на fit for life.ru но модерация будет крайне жесткая то есть статьи будут попадать только очень очень интересные очень очень толковые очень продуктивные скажем так не пришло тебе под поле потому что потому что спам фильм фильтр очень жестко скорее всего настроен попробую посмотреть в папке спам вот а вообще для тех ребят которые хотят регулярно получать от меня сюжеты да и получать от меня рассылки под поле я советую тот вот мой адрес которого приходят вам сообщение по моему этот адрес дэнчик собака fit for life.ru если я не ошибаюсь так вот добавьте этот адрес себе в избранное в контакты я не веду на полу по на почтовом сервисе там где у вас на яндексе на gmail или там на mail.ru добавьте этот адрес свои контакты и тогда корреспонденция от меня она будет доходить до вас более стабильно почему стал менее активен в перископе потому что сейчас все стало гораздо сложнее чем раньше понимаешь обидно в том плане что у меня есть аккаунт перископе крайне мощный да который если подключу то будет очень много просмотров будет очень много лайков и так далее то есть там на том аккаунте больше миллиарда лайков на том аккаунте больше ста тысяч подписчиков и так далее но этот аккаунт он забанен вот и сейчас я получается завел новый аккаунт для того чтобы не подводить тех людей которым я обещал что будет у нас онлайн трансляция регулярно вот но нет уже такого такого фанатичного настроя как раньше знаешь как бы тут те как бы ты так шел хорошо шел потом тебе бат так под дых и приходится сейчас подниматься и проходить то что ты раньше проходил там за неделю за две ты сейчас идешь месяцами очень сложно старый аккаунт разбанен но эти хитрые засранцы в перископе они нашли способ как дальше не давать мне работать то есть он формально разбаним формально я переписывался с поддержкой игре все хорошо пользуйтесь но когда я начинаю авторизироваться для того чтобы зайти к себе в аккаунт я не могу это сделать да то есть мне приходит пароль там знаете можно авторизироваться через twitter а можно авторизироваться через телефон вот этот аккаунт у меня был авторизован через телефон то есть я получаю на свой номер телефона код этот код я ввожу форме перископа и соответственно идет авторизация вот я все это получаю мне пришлось сообщение что я разбанен но у меня вечная ошибка и служба поддержки скричать включает такого знаете дурачка типа ничего не знал вас все работает это такой способ меня наказать потому что у меня было очень много накруток и у меня сумасшедшая активность по лайкам то есть у меня лайков по-видимому самые самое большое количество лайков россии вообще в русскоязычном сегменте интернета лучшая книга библия кстати очень много интересных вещей в библии если ее читать не с точки зрения вот веры а с точки зрения анализа различных стратегий поведения которые наши предки там вырабатывали да очень много интересных ну например такие мысли о том что богатые станут еще богаче и бедные станут еще беднее каждому воздастся поверье но много интересных вещей читал докинза конечно коран нет не читал частично почему мало фото как на которых я позирую ну я не люблю позировать особо да то есть все готово по конференции осталось две маленькой две малюсенькие правки две малюсенькие правки там нужно один плагин привязать плагин уже был куплен вчера и один косячок бак мобильной версии вывез все зависит от программиста я все что можно по максимуму сделал все правки закончены ждем на самом деле дня на день да то есть как будут закончены все вот эти вот вещи сразу будем перекидывать на домен fit4life.ru и конференция будет работать так 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 кардио утром на велосипеде да это хорошо это хорошо для жиросжигания особенно если натощак потому что уровень сахара будет низкий в крови соответственно как топлива будет больше использоваться жирные кислоты жир а не углеводы потому что углеводов мало уже прибыль от конференции а вы ребят считаете вы всю жизнь вы считаете только в прибыли да понимаешь многие вещи мы в этой жизни делаем ради удовольствия не только ради прибыли я когда-то делал сюжет по поводу бомжихи с курского вокзала да та самая бомжика с курского вокзала и мы там обсуждали разные эмоциональные вещи в частности такое понятие как любовь любовь это бессознательный выбор до партнера то есть ты выбираешь не потому что он тебе выгоден а потому что тебе хочется эволюция не дает тебе разумно выбирать девушку вот ты хочешь и все есть эмоциональная составляющая то же самое с конференцией вы очень часто многие пытайтесь найти где-то корень зла пытаетесь найти бабки пытаетесь какой-то придумать найти адский замысел а его просто очень часто нет я много лет когда появился только интернет сидел на форумах писал статьи модерировал их там и мне это нравилось я же это дело не за деньги ребят не про я просто получал удовольствие от общения от того что я помогал людям это в какой-то степени тешило мое самолюбие что касается конференций сейчас практически та же самая ситуация ну во многом то есть она позволяет общаться позволяет помогать позволяет тоже тешит свое самолюбие но в этом мне кажется главный бонус конечно там будет реклама ну реклама в том же формате как какой-то сейчас на моем блоге на fit for life то есть там будут рекламироваться в правом виджете какие-то мои платные материалы но ведь никого не заставляют их покупать и все такое форум как будет работать так и будет нет в индии не был к сожалению хочу побывать цели пребывания в москве особой нет просто я люблю менять места жительства круг общения для того чтобы получать новые эмоции впечатления так далее у меня слава богу реализована моя давняя задача по поводу отвязки от какой-то географии я могу работать находясь любой точке земного шара поэтому сейчас я пользуюсь такой возможностью к стасу приехал в какой-то степени мы стал сам виделись уже как-то раз про инсулин можно рассказывать часами надо сузить вопрос инсулин очень мощный допинг один из мощнейших но если говорить про масса набор про набор мышц то без анаболических стероидов инсулин я бы не стал использовать потому что будет ли очень много жира очень мало мышц но еще зависит от генетики то есть если вы как там орф то у вас инсулин будет больше работать по белковому пути и по углеводного пути чем по жировому если вы эндомор допустим как я то весь инсулин вас практически будете по жирному пути а если без стероидов так это однозначно не нужно его использовать клинбутерол для сохранения мышц нет я в это не верю ну считается что он антикатаболик но я особо в это не верю диссо борисов пиздевак кто это такой ну фейк какой-то очередной слушайте у меня знаете сколько фейков мне периодически вконтакте скидывают периодически они ко мне на страницу заходят я если вижу я баню но так кого-то выискивать их слишком много сладкая ну а в чем вопрос что значит расскажи про сладкая сладкая во время диеты неприемлемо сладкая на массе приемлемо то есть ну я не совсем понимаю в чем вопрос почему схеме если с ну и всю жизнь на химии сидеть ребят то есть вот сейчас мне такой период жизни я честно говоря вначале мне было но не особо комфортно потому что непривычно да но сейчас я в общем-то втянулся я даже начинаю получать удовольствие от состояния в том плане что форма стабильная да то есть ты постоянно примерно представляешь что будет там через неделю через две через месяц а когда ты используешь фармакология она прыгает туда-сюда вот есть конечно и неприятные моменты в том плане что без фармакологии однозначно тренироваться очень тяжело и если так хорошо дать тренировку то приходишь потом пару часов от нее отходишь когда ты без фармакологии занимаешься то ты эти вещи ты на них не обращаешь внимание вот а вот если есть вот такая вот разница но я говорю не про ту ситуацию когда идет курс отдых курс отдых до в этой ситуации человек не успеет не успевать слишком много потерять настолько чтобы можно было оценивать а вот когда у тебя нету курса полгода или год когда ты полностью возвращаешься вот к естественным своим потолкам то ты начинаешь видеть что блин реально люди вот которые натурально тренируются насколько сложно так тренироваться потому что восстановление идет очень долго после тренировки вот эти вот ощущения усталости перегруженности энергетической системы они то что на фармакологии вообще никогда не бывает то получается в натуральном состоянии это норма но когда вы в этой норме живете с детства не пробовали никогда фармакологию вы этого не замечаете реально тяжело тренироваться натурально что приемлемо на сушки во сколько сделал то первое тату я первое тату сделал после того как купил первую квартиру но у меня был такой план первая квартира тату и потом поменять машину но так как я прагматикатский после того как я сделал я сделал квартиру потом сделал тату а потом я смотрю думаю нахер мне эта машина лучше я себе еще одну квартиру сделаю на заводе но смотря это какой завод несмотря какая у тебя там должность если ты там топ-менеджер допустим на бмб или даже на на базе каком-нибудь то там очень хорошие зарплаты конечно ты можешь там зависит от должности зависит от завода новая тату у меня новых тату нет у меня все я две татуировки у меня каменный трайбл на левой руке и татуировка везунчик на правой руке нет я к сожалению сюжет юра не видел на третью квартиру копишь нет пока еще не начинал просто у меня такая прогрессия шла по квартирам что мне если сейчас покупать третью квартиру но я не могу купить что-то хуже чем было раньше это уже такой высокий уровень что нужно экспериментировать с другими направлениями деятельности в бизнесе почему поздно но в 20 22 00 обычно я выхожу а вы хотите пораньше чтобы я выходил вообще скажите какое для вас время более приемлемо допустим в девять часов было бы лучше чем в 10 вот напишите мне сейчас 9 или 10 чтобы я примерно представлял восемь вижу девять два девять 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 да даже 8 пишет 9 22 22 9 22 29 9 9 9 9 9 6 даже кто-то пишет 9 10 9 10 все я понял все понял ребят спасибо то есть где-то две третьих в общем-то за то чтобы пораньше было где-то в 9 а не в 10 ну да девяток больше я вижу хорошо давайте так я тогда буду по возможности стараться поближе к 9 выходить в эфир то есть вот где-то в этот в этом промежутке с 9 до 10 но буду стараться ближе к 9 для остроты зрения я не делал никаких упражнений на данный момент потому что у меня спасибо матери с отцом я вышел рожей и лицом да у меня хорошее зрение очень не единица я вообще никогда проблем со зрением не испытывал мельдоний это ребят дрянь то есть ну больше шумихи чем дело поймите этот милдранат очень слабый допинг мельдранат проявляет свою активность за счет чего мельдоний он же мельдоний насчет того что он улучшает клеточный метаболизм обмен энергии в условиях гипоксии условиях гипоксии то есть это очень актуально допустим для бегунов когда идет работа с низким содержанием кислорода кислород расходуется в принципе в анаэробном режиме это тоже может быть востребовано но на практике работает очень слабо по идее милдранат должен очень хорошо работать если вы допустим тренируетесь в условиях высокогорья так турик про пропит для сухой массы но эта классическая схема потому что эти препараты не ароматизируются типа не задерживают воду да ну их применяют для того чтобы набирать сухую массу долгий инсулинный совет и наоборот обычно используют короткий инсулин в западной школе есть различные сочетания длительного и короткого инсулина но на мой взгляд это слишком рискованно потому что ты можешь просто пойти лечь спать и не проснуться во сне уровень сахара может упасть настолько низко что впадешь и по кому у меня один старый товарищ так умер чемпион беларуси по жиму лежа дима буенков бизнес делать одному или с другом одному чаще всего одному мы очень любим привлекать друзей там каких-то ищем партнеров для того чтобы разделить с ним ответственность то есть не потому что нам реально кто-то нужен а потому что нам цикотно вот ну это не психология настоящего бизнесмена и мужчины то есть старайся делать один важны ли хорошие отношения с тещей любимой отношения хорошие важны с любыми людьми особенно если эти люди входят в ареал но твоих родственников твоих близких то конечно важно про оффлайн проекты еще не пришло время да я сегодня вот спал час как объединить россию с украины это очень сложная задача она решается только информационно информационные рычаги находятся в руках у сильных мира всего то есть нужно победить одних ну если одни элиты победят другие элиты на самом деле лишь война идет не между народами война идет между элитами и в зависимости от того какая элита побеждает победитель всегда прав да всегда прав всегда переписывается история всегда включается пропагандистский механизм как угодно и все нет я сейчас занимаюсь без периодизации мы еще рано периодизация у меня был период скажем так нерегулярного тренинга и я вот только месяц полтора регулярно тренируюсь линейно да то есть меня примерно четыре изредка бывает пять тренировок в неделю но они идут линейные матриархат уничтожит человечество нет нет не уничтожит понимаешь это матриархат и такая вещь которая периодически возникает то есть общество зажирается становится очень слабым таких условиях мужчины становятся менее нужны и значение мужчин падает но автоматом как противовес увеличивается значение женщин это то что вы называете матриархат хотя это не совсем правильно мы тем не менее вот но в таком случае когда общество становится матриархальным и менее патриархальным она ослабевает потому что приходит патриархальное общество соседей завоевывают эти слабые матриархальные общества так уже было очень много раз это там и римская империя допустим и даже вот те статуэтки которые находят древнейших времен вот эти вот матриархальные сообщества которые существовали в мезолите по моему ну то есть очень давно на были такие матриархальные общества но они были уничтожены патриархальными. То есть, нет, не уничтожат. Просто конкретно наше общество, оно может ослабнуть в какой-то момент, и нас уничтожат более сильные патриархальные общества. Либо, второй вариант, наше общество, став матриархальным, возникнут какие-то конфронтации с другими сообществами, и в рамках этих конфронтаций потребуются, ну, патриархальные мужчины потребуются, то те, которые действительно не будут мяблить, а будут защищать. Вот как сейчас в Европе происходит, там же как, у немца жену насилуют, а он бегает вокруг и кудахтает, не знает, что ему сделать, и бежит в полицию, звонит. Можете себе это представить? Немцев, да, тех немцев, с которыми мы там воевали 70 лет назад, и там это были серьезнейшие войны, а сейчас вот такая вот ситуация. Почему? Ну вот, потому что ослабевает социум, ослабевает. Но в какой-то момент либо они будут уничтожены, эти социумы, либо им придется стать сильнее и воевать. Но тогда, опять-таки, общество станет патриархальным. Про революцию 1917 года я не думаю ничего хорошего, потому что та революция, которая была 100 лет назад, она не привела ни к чему хорошему изначально. Я считаю, что любые призывы к революции, которые совершаются внутри любого государства, все эти призывы, они изначально созданы врагами государства. То есть это враги, предатели по тем или иным причинам, чаще всего по невидению, но есть и такие, которые сознательно за деньги создают вот такие вот внутренние напряжения для того, чтобы ослабить государство, для того, чтобы враги могли его захватить, завоевать. О, у меня нет творческого кризиса. Наоборот, у меня такое огромное количество сюжетов, я просто вынужден очень жестко планировать свое время для того, чтобы их снимать. Сюжетов очень много. Если нет денег, то лучше на дядю сначала работать? Нет. Лучше всегда работать на себя. Лучше всегда быть предприимчивым. То есть непосредственно без всяких прослойки взаимодействовать с окружающим миром, зарабатывать деньги, чем находить кого-то, кто за вас будет взаимодействовать с окружающим миром и платить вам зарплату. Второй вариант всегда гораздо хуже, чем первый. Большинство моих друзей совершенно небогатые. У меня есть друзья даже, я бы не сказал, что бедные, но у которых там, допустим, в данный момент даже работы нет, и они очень мало могут себе позволить. Так что, вполне, у меня много друзей. У меня богатых друзей на самом деле очень мало. Стартовый капитал, где брать? Я думаю, что стартовый капитал тебе не нужен. Стартовый капитал это стена, которую придумывают люди для того, чтобы не заниматься бизнесом. Всегда можно найти альтернативные варианты. Покажи результат, а потом тебя люди сами найдут со стартовым капиталом. Нет, люди, дело не смотрю. Считаешь ли ты себя богатым? Мне всегда мало. Поймешь, это вопрос очень такой личный. И кто на него ответит искренне, ну, не желательно на него отвечать искренне, потому что мало кто за тебя порадуется. Клиент Бутерол и Ехимбин, с теоретической точки зрения, так как они воздействуют разные рецепторы, альфа и бета, они должны, в общем-то, сработать очень хорошо, мощно. Но на практике я эту связку никогда не применял. И, честно говоря, я не слышал, чтобы какой-то серьезный человек, который бы испробовал, как-то поделился этой информацией. В теории должно сработать хорошо. Я не думал над тем, до скольки жить, меня не очень сильно беспокоит этот вопрос, скажем так. То есть я не ношусь с мыслью о том, что там дожить до 100 лет, до 150 лет, вовсе нет. Все мы живем, мужчины живут в среднем до 65 лет, вот средний срок. Если хороший уровень жизни, если семейный, если мало стрессов, то, в общем-то, возможно дожить до 80. Больше уже там до 90, это уже крайне маленький процент доживает. На квартиру, работая честным трудом на заводе, я же уже отвечал, это зависит от того, кем ты работаешь на заводе, на каком заводе, на какой должности. Дуэн, Скала, Джон, ну, мне нравится этот актер. Хорошо играет, хорошо выглядит. Законные кодексы, я когда учил, я зубрил их. Я брал картонные карточки, у меня на картонных карточках были записаны данные, я их постоянно повторял. Но я как повторял? У меня, допустим, название было на одной стороне, а раскрытие полное на другой стороне карточки. И вот я когда ехал в институт, а у меня дорога занимала полтора часа, я эти карточки перебирал. То есть я смотрел название и из памяти извлекал расширенное пояснение по каждому названию. Если я не мог его вспомнить, я тогда заглядывал в карточку. Таким образом, я постоянно, каждый день извлекал из памяти ту информацию, которую мне нужно было выучить. Это основной принцип запоминания информации, потому что информация запоминается тогда, когда вы ее припоминаете, когда вы извлекаете ее из памяти, у вас тогда обновляются синаптические связи между нейронами в голове. Если же вы просто зубрите что-то, смотрите, читаете, то так вы информацию не запомните. В любой стране хорошо может пойти бизнес, но лучше всего заниматься бизнесом в стране богатой. В стране богатой. То есть, допустим, Беларусь для бизнеса гораздо хуже, чем, к примеру, Украина или Россия. А вообще, существуют различные центры экономические, богатые, такие, например, как Нью-Йорк, такие, как Токио, к примеру. Много в Азии, очень много таких регионов. Не знаю, как я могу так долго разговаривать. Может быть, потому что я пью чайок. 2016. Не планирую пока, ребят. Юань. Посоветую. Стриптиз. В целом, понимаешь, человек, когда он чем-то занимается, для того, чтобы не сойти с ума, он будет всегда оправдывать. То есть, особенность человеческой психики заключается в том, что мы всегда мыслим позитивно. Даже Чикатило, когда он людей убивал, его спрашивали, он мыслил позитивно. Он говорил, я санитар леса, я плохих убивал. Вот. Также я, когда занимался стриптизом, я мыслил позитивно. И насколько это действительно часть моего мировоззрения, либо я сам себе внушил эту мысль, чтобы мне было комфортно, я не знаю. Но те моменты, которые я вспоминаю, мне доставляли удовольствие. Потому что, ну, было мало работы. Работа была, мягко выражаясь, непыльная. Вокруг было много девочек. И, соответственно, вся эта движуха мне доставляла удовольствие. Для меня тогда, я себе говорил, это гораздо лучше, чем работать на заводе. Потому что я получал гораздо больше денег, чем на заводе. При том, что трудился там активно, ну, не знаю, там 20-30 минут в неделю. Метан зальет в том случае, если у тебя либо генетика соответствующая, эндоморфная, либо второй момент, а может быть и вместе, соответствующее питание. То есть, если следить за диетой, то на метане, в общем-то, может даже сохнуть. На сушку? Да, блин, ну, ребят, вы хотите постоянно какие-то вот таблетки. Вот что мне на сушку? На сушку использую диету. А фарма, там это уже дело 10-е. Я еще раз говорю, на сушке даже на метании можно нормально... О, я тебя, Анюта, тоже люблю. Жори Кривазов, рекламу проплатил? Нет. Не платил мне ничего. Вы опять ищите какие-то бабки. Имейте в виду, почему у меня на канале висит ссылка на него. Все очень просто. То, что мне понравятся определенные люди, я вешу на них ссылки. Я посмотрел пару его сюжетов в свое время, мне понравилось, повесил. Стриптизу в свое время я учился, так сказать, по ходу дела на сцене. Чтобы стать мультимиллионером, нужно ли переезжать в Москву? Моя жена тоже самая лучшая в мире. В этом есть смысл в переезде, да, то есть, если ты... Есть такая... Есть такой принцип, принцип близости, да, к богатству. То есть, если ты живешь в Хацапетовке, то в Хацапетовке в принципе мало людей с деньгами, соответственно, у тебя мало возможности заработать большие деньги. Ну, потому что там нет больших денег. Соответственно, если ты хочешь заработать большие деньги, ты должен переезжать в те регионы, где деньги большие вводятся. Москва однозначно в России самый богатый город. Тут самые большие деньги и самые большие капиталы. Поэтому, если ты хочешь стать мультимиллионером, то в Москве у тебя будет больше всего шансов в России. Потапенко ну, блин, как бы не забыть. дебилов всегда много и не только на дорогах. Заставлять себя читать не нужно. Если ты не хочешь, не читай. Потому что ты не будешь получать удовольствие, если будешь себя заставлять. ну, я ужины не продаю. Денчик читает будет тогда, когда я созрею к этому сюжету, когда у меня будет план из пяти книг, достойных, чтобы вам их озвучить. Эрик Давыдович переоценил свои силы, когда он начал крошить батон на очень сильных мира сего представители там ГАИ, да, высшие чиновники ГАИ Москвы, ну, он переоценил свои возможности. То есть, ну, понятно, что там нет никакой демократии. Его наказали за его поступки, за его действия. Мэры Минска? Да нафиг мне это надо, ребят. Я совершенно политичен. Да, можно вебманиях пробовать. Хотя, честно говоря, у меня кошелька юаней нет. Ну, вот я думаю, изучить этот вопрос. Мне кажется, юаней биткоин для вебмании это может быть весьма перспективно. Про биткоин вообще я планирую в будущем сделать несколько сюжетов, потому что тема крайне просто фантастическая тема. Просто фантастическая. Для тех, кто не в курсе, эта валюта, когда она появилась в первый раз, она стоила в 300 тысяч раз дешевле, чем сейчас. В 300 тысяч раз. То есть, если бы в то время, когда она появилась, а я не помню, это было 7 или 10 лет назад, если бы вы купили 3 доллара, ну, если бы на 3 доллара купили биткоинов, то сейчас у вас бы был миллион долларов. Вы можете себе это представить? Да, ну, будет много. У нас на конференции у нас будет несколько разделов, и один из разделов это разум. Там будет тело, разум, эмоции. И в разделе разум есть у нас форум баблоруб. И там вот будут очень многие такие фишки обсуждаться, именно практически, как можно заработать в интернете. Там я буду делиться своими опытами. И там очень много интересных заметок, опытов наших комрадов, которые уже на платном форуме оставляли свои советы. Скоро у вас появится возможность, так сказать, прильнуть к этому источнику знаний. Как отвязать рубль от золота, от доллара. Для того, чтобы отвязать рубль от доллара, основная причина информационная. Нужно, чтобы все люди поверили одному лидеру, одному человеку, который бы сказал, так, мы отвязываемся, потому что мы зависимы, и все бы ему поверили. Тогда бы это было очень легко сделать. Сейчас же, ну, то есть, технически очень легко там президенту сказать, так, ребят, мы там под внешней, там, мы зависимы, нам нужно отвязываться и так далее. Но начнутся очень серьезные потрясения внутри государства. Начнут, ну, что сейчас и происходит, вот уже там готовят революцию 2017 и так далее. Нацгвардия. Я не изучал этот вопрос, консолидировать больше военной власти в руках Путина непосредственно. Ну, потому что, мне кажется, это будет более такое прямое руководство, и, соответственно, может быть, причина в том, что на многих ключевых постах до сих пор стоят люди не совсем лояльные президенту, поэтому президент пытается напрямую создать какую-то структуру военную, которая будет ему подчиняться. В условиях возможных потрясений социальных и вот всех этих разговоров по поводу революции 2017, это крайне актуально, я бы тоже так сделал. Но сейчас в интернете, в интернет-пространстве очень сильно нагнетается информация, я так понимаю, она идет по той же категории, что там Навальный и прочая вся эта тусовка, о том, что там Путин зло, о том, что коррупция везде, вот, и мы наш, мы новый мир простроим, да, за все хорошее против всего плохого даешь революцию, вот, и есть куча людей, которые планируют в 2017 году сделать революцию как по примеру той революции, которая была сто лет назад. В 1917 была революция, ну и вот в 2017 даешь еще одну революцию. Типа мы живем плохо, будем жить лучше. На мой взгляд, эта информация распространяется врагами государства для того, чтобы это государство ослабить и в конечном счете доить и использовать. Мне так кажется. у меня нет никаких вопросов Путина. Я слишком мало знаю, чтобы спрашивать. К порноиндустрии я не отношусь, никогда там не снимался, слава богу, хотя много раз предлагали. В удачу, в лото играл ли? Нет, я в лото не играю. В конечном счете, конечно же, нефть подорожает. Она не может не подорожать, потому что этот ресурс условно невозобновляемый. 150 не пожму, ребят, вы что? Вообще, даже на раз не пожму. По весу я слил немного. Ну, у меня был такой период, что я, мало того, что без химии, так еще был такой период, что несколько месяцев я нерегулярно тренировался. Мог там тренироваться раз в неделю, но максимум два в неделю. Ну, и питался не очень хорошо. И у меня вес подскочил где-то до 97-98 с одной стороны, а с другой стороны мышц стало меньше. Ну, то есть, реально начал становиться жирным. Вот, полтора месяца назад, месяц-полтора назад я вышел в режим правильного питания и тренировок, и сейчас у меня вес где-то 92-93, то есть, я избавился практически от всего этого жира. Естественно, мышц особо много я не прибавил, потому что натурально тренируюсь, экспериментирую с различными схемами, но пока сказать, что там уж очень я хорошо выгляжу, натурально, похвастаться этим не могу. Нет, кардио пока не делаю. Польша меня не поменяло, но было интересно читать. Цена на нить в 16-м году. Ты задаешь очень сложный вопрос. очень много политических моментов, от которых она будет зависеть. Есть силы, которые будут держать низкими, есть силы, которые будут всякими силами стараться поднять. Я думаю, что скорее всего будет вот такая вот волатильность туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Личная безопасность, да, биткоины вкладывать. Личная безопасность вещь важная, конечно же. То есть любая, любая штука, она может тебе помочь в какой-то ситуации. Да, если ты в критической ситуации, то даже кастет тебе поможет. Да, это лучше, чем когда его не будет. Но есть другая сторона медали. Если у тебя находится какое-то такое оружие, оно может тебя расслабить. Ты можешь находиться в иллюзии, что ты в безопасности. А это совершенно не так. Потому что основную безопасность тебе дает, в общем-то, разум, а не оружие. И сколько было таких печальных ситуаций, когда у людей вроде бы в руках оружие, а характер такой слабоватый, и они не могут им пользоваться. И оружие отбирают, и все такое. Биткоин или юань. Ты знаешь, просто биткоин, он уже очень сильно подрос. Он уже в 300 тысяч раз вырос. То есть, вот то, что было изначально, и то, что стало сейчас, это в 300 раз больше, чем было. И я не уверен, что он будет дальше расти так значительно. Точнее, я уверен, что он точно не будет так значительно расти. Вопрос в том, будет ли он в принципе расти, сколько будет менее приемлемо. Вот. Юань будет расти. Но тоже границы не сказать, что именно лучше, сложно. Сложно. Возможно, имеет смысл попробовать инвестировать в какие-то новые криптовалюты, потому что сейчас они появляются. Я как-нибудь сделаю даже анализ, наверное, обзор. Я вот так всерьез подумаю, поэкспериментировать с Единаром, допустим. Он пока сейчас дешевый. Ну, много различных тем с криптовалютами. Стоит ли покупать доллары, если не хватает на невишку? Стоит покупать золото? А вообще, понимаешь, видишь, везде риски. С деньгами есть две проблемы. Во-первых, очень сложно заработать, а во-вторых, очень сложно сохранить. Вроде бы, есть деньги, вот не хватает на то, что хочешь. Вот что с ними делать? Может все обесцениться. Моего отца все так и было. У него было сближение 10 тысяч в свое время, когда это чуть ли там не квартира была. По итогу все это ушло. Я бы, может быть, купил что-то недвижимость, но какую-то более дешевую. Например, гараж в городе или, допустим, участок земли за городом. То есть, что-то объективное вложил бы эти деньги. В Европе сильна ли разница с Украиной и Белоруссией? Слушайте, я в Европе был только очень давно я был в Польше и вот много раз я был в Вильнюсе. Вильнюс типа Европа. Но вот что касается Вильнюса, деревни деревни. То есть, в Вильнюсе вот едешь, кто бывал в Вильнюсе, едешь разрухой нищета. Разрухой нищета. Да, там есть какие-то крупные центры где-то в городе, торговые, я имею в виду. Но большая часть города это такая сплошная разруха. То есть, вообще никак не впечатлила меня эта часть Европы. Я думаю, если бы я в старую часть Европы попал, Австрию, Германию, допустим. Бенилюкс там может быть было бы получше. Но я там ни разу не был. Вообще, мы с Аней планируем летом поехать. Какой-то концерт. Мы уже даже билеты купили. Я просто не помню. На какой-то концерт мы едем. И едем, по-моему, в Вену мы. По-моему, в Вене будет этот концерт. Вот я посмотрю и вам расскажу. Сельское хозяйство. Я понимаю, что я не вижу особо мощной поддержки фермерства. Хотя, людям всегда будет хотеться есть. Чтобы там какие бы кризисы не происходили, а вот индустрия там животноводство, там сельское хозяйство это все равно еда. Материал о дополнительных тренировках дома будет? Ну, возможно. Но пока в планах такого материала нет. Киев или Москва? Для зарабатывания денег наверное Москва. А для жизни Киев Киев он более такой белый что ли с одной стороны. А с другой стороны он более теплый по погодным условиям. Ну, он такой более движущный какой-то. Он более такой для жизни проще. Там пробок нету таких жестких как в Москве. Но Москва однозначно это номер один в плане работы в плане зарабатывания. Видео семинара с Борисова нету у нас. Потому что там проблемы были со звуком не получилось. Сушка плюс масса на гормоне роста как питаться? Питайся как ты питаешься на сушке на массе. Просто добавишь туда гормон роста. Работать в Москве отдыхать в Киеве как на даче. Многие раньше так и делали. Сейчас с этим сложно. Сейчас сложно из-за уродливой политической ситуации. Потому что даже летать напрямую из Москвы в Киев и из Киева в Москву невозможно. Был какой-то период очень сильно подняли цены. А сейчас вообще летать невозможно. Как питаешься во время сушки? Я урезаю углевод по максимуму. На улице да бывают узнают. Пока курсить не планирую. Так ладно я вижу вопросы повторяются. Ребят я с вами очень долго общался. Было очень приятно. Спасибо что побыли со мной. Давайте тогда хорошего вам вечера. Сладких снов. Ну и продолжим наше общение. Не знаю может быть завтра вы послезавтра не факт. подумаю еще. Давайте хорошего вечера.